Так, ну давайте посмотрим, что тут у вас Сейчас эхо уберем, подождите Так, меня сейчас по тимвьюеру слышно или нет? Так, ну давайте так Так, это ваше или мое? Ну понятно, давайте ищите, где находится мой образ Программа Юми у вас есть, да? У меня вот получается две программы Либо русскую, либо юнис Путин Нет, будем ставить родной программы, которую я сборку и ставил, и настраивал Да там дело трех секунд И она установки не требует Дело в том, что сделайте отдельную папочку Куда мы поместим, значит, мою сборку Или покажите, по крайней мере, место, где есть, да? Ну, 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 все нормально, я вижу Так Открывайте любой веб-браузер и набирайте в поисковой строке Юми Вот, pen, drive, linux Вот для винды Вот, уже 19 версии сделали Ну и какая разница Сохранить в загрузках Да по барабану В загрузках Запускайте ее А, прямо отсюда? Да А браузер Нажмите Все, остановитесь Флешка вставлена Да Вот это вот, на 14 гигов, да? Да, да На ней ничего не установлено Ну, только Надо автоматировать А, да, да, да А, да, да А, да, да Ману, чемпали А, да А, да Смотри-ка, новую версию сделали Я долго писал 18 версии Так, ну, во-первых Вот с этим дружочком разберемся Давайте Нажмите на кнопочку next Нет Ничего больше И финиш Теперь Давайте поставим Вот эту программку Нажимайте на да Окей Далее Ничего страшного Установить А тут Противовирусник какой-то Значит Надо снять отметку Allow Разрешить Что я этой программой пользуюсь много лет И никаких там гадостей Она мне Не делала Ну, вот она Видит Сразу флешечку Но почему-то Флешечку Она видит 7 гигабайт А мы писали На 14 Ну, давайте посмотрим Что она видит Во-первых У вас Сколько там включено Флешек-то Одна только? Одна А почему Она ее размер Определяет 7 гигабайтов А Юмик давал 14 Вот это Странно Вот так вот Выглядит Меню загрузки Которое Значит Вы увидите С флешки Пойдете Значит Вот сюда Наведете Вот на Мою сборку Нажмете Энтер И вот Одна Там Две строчки Если показались Все Больше мы Этой программы Пользоваться Не будем Да Ну, помимо всего Прочего Она проверяет Не только флешки А вот Загрузить Сам образ Иза Проверить Сам образ Иза У нас Был На рабочем Столе Да Вот он Да И вот Она Показывает Как Будет Грузиться Сама Значит Сборочка Моя То есть Ну Тут Самое Главное Проверка Начальных Этапов То есть Я Опять Таки Тоже Не жду Когда там Она Загрузится А то Тут Можно Долго Ждать А если Загрузочное Менюшка Показывается Ну Значит Все Нормально Теперь Значит Что Делаем Вы Сейчас Перезагружаетесь Стартуете С Флешки На своем Ноутбуке То есть Туда Куда Будем Ставить Связывайтесь Со мной По Скайпу Даете Мне Пароли От Тим Юера И Мы Ставим Вам Сборочку Как Говорится На Жесткий Диск Компьютера Устраивает Ок Ок Дело Значит Навсегда Нужно Посмотреть Какова Архитектура Я Сейчас Обои Отключу Включу Что Нибудь Потемнее Чтобы Был Хорошо Виден Системный Гаджет Вот Пожалуйста Значит Видно Что Диск На 14 Флешка Занимает Сам Образ И так Далее Ну Почти Что Там 3 Гигабайта Получилось Но Используется Из нее Только 14 Мегабайт И так Открываем Значит Ах Не то Нажал Закрыть Вот Открываем G-Parted Заведите Здесь User Пароль Мой Он Везде Одинаковый Имя Пользователя И Пароль Одинаковый Да Прошло Не знаю В чем Там Дело Сейчас Посмотрим Так Оперативная Память 6 Гигабайт 6 Гигабайт И нужно было Делать Своп Раздел Чего Так Размахиваться Ну Ладно Сильно Значит Ну Вот Отсюда Нам Нужно Отщипнуть Кусочек Потому Что Вот У вас Ваша Сборка Убунту Расположена На диске На разделе Размер Его 149 Гигабайт Используется Только 7 Гигабайт Поэтому Поэтому Допустим Ну 50 Гигабайт Подмин Отщипнуть Это Как говорится Сам Бог Вел Значит Что мы Здесь Можем Сделать Значит Ну Процесс Правда Это Долгий Потому Потому Что Она Будет Уменьшать И Так Далее Значит Сейчас Мы Точно Подсчитаем Размер Да Да В принципе Тут Особой Точности Не надо Ладно Не буду Я Высчитывать Там Добайтов Вот Возьмем На глазок Половину Как говорится Оставим Бубунти А И Нажмем На Выполнить А Вот Размер Подкачки Он Получается Для Долгий Семь А Мы Потом Подключим Файл Подкачки И Это Самое К 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 из пандемии запускают поэтому видеоролик очень такой хороший много людей его посмотрела тот кому надо просто берет и оставит и все это уже сказать по выбору не знаю посмотрим сейчас поставим и будем вам балаболку ставить значит вот смотрите значит иногда операция это долго и у людей возникает сомнение что ночью ползает этот ползунок на по экрану а на самом деле что что-нибудь происходит или нет может быть там все это замерло и человек думает а может мне там два часа ждать там пока все это дело идете в подробности и вот открываете все все подряд значит вот эти штучки и вот здесь вот весь процесс это что он делает он вам выкидывает сообщение то есть вот он насколько я понимаю вот закончил сканирование таблицы а сейчас значит вот начал обновлять значит все там эти связи и нодов и вот появился первый иксик вот когда он тут всеми этими делами заполнится значит ну тогда там и закончится как говорится вот процесс уменьшения раздела жесткого диска а пустое пространство но там до разметиться буквально на этом за за минуту а вот процесс вот этот вот он долгий поэтому надо ждать ну в любом случае вот сборку мы установили за три минуты за три минуты значит я считаю что вот ну настроенную сборку это просто класс вот давайте значит я вот компьютер выключать можно здесь я нажму просто выключить выключиться выйдите флешку со мной свяжитесь уже с раздела жесткого диска так ну что поздравляю значит сборочку поставили так здесь значит я опять так у меня управление нет не работает вот мышка я пытаюсь что не там сделать значит очевидно а нет моя выбора вот этот темный фон все как говорится ясно четко и понятно и так значит без дураков жесткий диск вот 80 гигабайт сборка значит заняла 6 гигабайт и 70 свободно ну вполне как говорится прилично и место достаточно и сборка работает нормально значит первым делом значит запомните во всех моих сборках имя пользователя и пароль одно и то же юзер вот и печатайте юзер теперь на какой город к вам ближе всего тут она не хочет но мы сейчас по карте потыкаем где-то где-то вот здесь да сразу и в глаз ну заблокируем настройку времени значит мы сделали у вас действительно сейчас теперь дальше правильно а вот не все места как говорится он цепляет поэтому очевидно маленькие места в россии значит он не очень хорошо дает а поэтому мы сейчас пока возьмем скопируем по новосибирску наиболее близкому от вас городу новосибирск скорее всего цеплять будет с таким его же сталкивался мне один пользователь написал что и по сайту погоды он нашел значит вроде бы как у себя необходимый индекс но индекс у него ничего не показывал а когда он взял город покрупнее этом рядышком и его поставил у него значит все получилось давайте посмотрим что он ну вот видите да то есть тут по упражняетесь в местах которые к вам ближе всего так дополнительный менюшка появилась сейчас мы ее уберем не нужна она абсолютно вот она здесь есть значит так на здесь поднастроили здесь поднастроили теперь значит дальше загрузчик меню ну посмотрите там уроках как на производится настройка меню загрузки так а у нас значит сейчас мы пойдет балаболка для балаболки значит у меня пакет был на моем блоге самый так минималистический но тем не менее как говорится нормальный на омеге да и на гугле по-моему есть и да то на любом по барабану программа для винды вот балаболка а нам а не надо его просматривать мы его просто берем и скачиваем переходим вот сюда эх я папочку загрузок фуганул ну ладно ничего страшного и пока он будет там нам закачивать балаболку мы тем временем значит будем устанавливать последнюю версию война и войнов войновских триков для данной конкретной сборки значит запомнили юзер юзер понравилось да ну давайте заводите мне пользователи нажимайте это это еще раз против теперь выделяете вторую команду и таким же макаром переносите ее до по выделенному да 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 сюда отпускайте кликните вот после словечка нет 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 видите вы убрали поторопились отсюда там исчезла ну тут придется направку нажать ну давайте пойдем отменить вот и сохраним на всякий случай а теперь вот да полностью выделить выделите суда вот была балка до и тащить ее туда и теперь надо встать в окошко терминал и нажать это все и и и и и и и Время переменем вернем все вот это дело сюда. Тут вот оно все это качает и качает, а мы после этого... А вот вы в зеленом видели ли отдельно, то есть рекомендованы... Это работает только на CINAMONI, потому что команда apt-recommends на Ubuntu и на Debian она не работает. А тут я ее поставил, она раз мне что-то выдала... На Ubuntu она вам и выдаст ошибку, а вот здесь вот мы сейчас ее... Когда вот закончится установка триксов... Мы ее заведем, посмотрим что она нам порекомендует по Вайну... По триксам там есть одна штука, поэтому мы в начале... Так, о чем мы тогда время теряем? Вот мы сразу... Да я никакой не компьютерщик, я просто пользователь... Ну просто, скажем так, опытный пользователь, вот и все. Мне вообще компьютер нравится, я... Причем тут... Многие там носы себе в кровь расшибают... А я вот только на Linux, я только на Windows... Мне как-то по барабанам... У меня задачи не операционная система, а те задачи, которые нужно выполнить... Девяносто пять, девяносто семь процентов задач, которые мне нужно выполнить... Находятся на Linux, и поэтому я им и пользуюсь... Две программы только на Windows... Одна, значит, вообще супер специальная программа... Это для беттинга на английских лошадок... Она заточена только под Macintosh и под Windows... А другая, вот Umic... У Umic функционала побольше, он позволяет на флешку сразу несколько операционных систем записывать... То есть сразу ставить несколько ISO-образов... Вот практически из этих двух программ я держу раздел на своем компьютере... Значит, 100 гигабайт... У меня там установлена десятка... Из-за двух программ... Все остальное... Ну и как вы тут из меня десятки? У меня на кладовочке на Mega... Там 70 или 80 мегабайт есть архивированный файлик... Там все необходимое найдете... И даже несколько программ, которые отключают шпионов на десятки... И там как... Ну там, короче, файлик абсолютно крошечный... И там есть все необходимое... Да нет, главное, что было установлено... Заводите TTF... Enter... Вот шрифты TTF через терминал не заводятся... Почему? Потому что там она выскакивает и выдает сообщение... На одном из этапов... Появляется такое окошечко... И там, значит... Нужно нажать ОК... На кнопку... А не нажимается эта кнопочка и все... Вот хоть ты тресни... И поэтому я вот шрифты ставлю через... Аминь этого программ... Ну а потом сейчас мы еще повесим там какие у него есть рекомендации... По Вайну и по Триксам... А потом запустим Триксы... И уже будем Трикети настраивать... Так, а как у нас скачет, где-то идет пакета... Ох ты, неужто скачали... Ну великолепно... Так... Вот сюда мы его распакуем... Зайдем и посмотрим... Вот все самые необходимые файлики есть... И даже вот этот файлик мы сейчас тоже... То есть сразу вам и набор книжек будет для чтения... Тридцать три удовольствия... Тридцать три удовольствия... Да... Так... Я вот сейчас его беру за ненадобностью... Так... Пока мы его свернем... А вот вы другие звезды не использовали, кроме Николая? А... Еще там у меня будет этот самый... Катерина будет стоять... Ее настроить нужно, она может нормально читать... Так... Теперь, значит... Ну что делаем? Значит... Начинаем проверять именно... Чисто цинамоновские примочки... Открываем, значит... Терминальчик... Сейчас, сейчас, сейчас... Да... Подождите, дайте я... Выставлю по центру все, чтобы было видно... Вот так... И вот... Давайте-ка вот... Тащите их и проверяйте... Вот... И теперь в это окошечко терминалом мышкой встать и Enter нажать... И вот... Видите, сколько она выявила, что нужно еще до установить... И вот все ее рекомендации... Вот так вот я обычно беру... Выделяю... Скопировать мне надо... Давайте... И сюда, да? Да... Enter нажимайте... User... И потом то же самое сделаем для триков... Угу... Разжимайте... Ну вот у вас уже... хорошо показывает интернет на графике получается такими полными вот они мы его задействуем без проблем обратите внимание что написано 0 и 0 проверить это можно но это мы сейчас оперативной памяти во сколько говорите 8 до 6 нормально позволяет я кросс эдер перевожу в корневой режим печатать или пароль значит вот найдем здесь файлик в папочке эти си найдем файлик fstab вот он а теперь до этого посмотрите-ка вот сюда использование памяти и подкачки видите написано подкачка недоступно это вы для том что файл подкачки не подключен значит открываем файлик в режиме редактирования да у нас она здесь как говорится не стоит но у нас значит практически я помню что вы взяли и файл подкачки вообще поставили на первый раздел жесткого диска был такой грех вот почему файл подкачки приходится у разных пользователей устанавливать вручную потому что один поставил на пятый раздел другой на первый поэтому значит что мы сделаем но это я просто помню что у вас так было значит вот здесь мы сейчас поищем так в английской слов и тут вот у меня есть местечки вот халку и наибол как сделать его доступным и вот это вот мы сейчас вот делаем скопируем ставим его вот сюда но вместо пятерочки мы поставим единичку сохраним теперь вот посмотрите чтобы это дело активировать не перезагружаться мы скопируем вот эту вот командочку поскольку у нас сейчас терминальчик занят одной работой мы попробуем открыть еще один и и вот здесь значит вставим активацию заводите пароль и нажимаете enter и вот теперь посмотрите сразу что у вас появилось файл подкачки 0 использована из 11 7 гигабайта то есть файл подкачки файл подкачки у вас сейчас подключен файлик вот этот вот мы смело теперь значит закрываем крузейдер но я не знаю ну пока сверну бог с ним так а мы перейдем снова на настройку балабулки значит она у нас там на самом верху была вот она вот она а теперь мы значит теперь мы вот эти вот река вот это мы сделали уже или нет сделали а теперь давайте вот вот эти вот тащите ставьте и посмотрим что покажет это нажимаете да ну вот пишет что ничего вроде бы как больше не надо ну не надо так и не надо значит теперь значит мы что сделаем ай зря я свернул это еще пригодится так вот теперь мы идем вот сюда вай и вот идем вайн трикс и вот тут посмотрим что у нас там он будет просить значит ну здесь вот так нажмем окей не хотим статистику давать да не будем давать вот установить дл компонент откроем чуть-чуть надо было вот сюда его вот так вот один d3 dx9 вот он он дальше значит отметим мсв цирк мсв цирк спич с дк и 2008 2010 маханул я да и нажимаем окей и он сейчас будет до устанавливать там скачивать необходимые пакеты но вывод по сети поползайте просто в поисковой строке но далеко ходить не надо вот смотрите переходить так я же сделал с нахальничал поставил свой блок загрузочную страницу так вот ну вот здесь мы хоть и по-немецки пишут нажмем на кнопочку я пока он там соображает в чем там дело мы я хочу немножечко побольше сделать экран так 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 вот теперь вот здесь вот прямо пишите по-русски для чего нужен файл подкачки или или так может быть варианты разные но в принципе запомните что это вот он добавляет как бы виртуальной памяти и вот и все то есть вот у вас практически вот все то что вы видите потом будете кучу приложений открывать но если там появится что там сто двести килобайт берется из файла подкачки или туда добавляется но это еще хорошо вот так обычно он стоит пустышечный а многие там себя там в грудь бьют да там надо вот его на первое место да нет на последний да вот он должен быть равен объему оперативной памяти нет он должен быть два раза больше да делайте делайте равным объему оперативной памяти и все и не ошибетесь особой роли он не играет нравится да ну я во первых и старался то чтобы людям было понятно а во вторых вот допустим допустим ну сборку мою видите готовая сборка со всеми настройками 3 минуты ставится без перезагрузок безо всего потом подключил только интернет как говорится и вперед из песни а я пользователь ну скажем так ну скажем так как бы сказать печатайте здесь ю сер русская и дальше пойдем а я пользователь с оттопыриной губой как говорится ну скажем так я включил в этот список программы которыми я частенько пользуюсь и которые считаю что должны быть скажем так пред установлены значит почему ну потому что опыт какой то есть во первых у меня видите два броузера стоит Mozilla и стоит значит этот самый Google Chrome самые частые броузеры которые люди пользуются каким нравится таким пускай пользуются вот на этот красный крестик надо нажать я не хочу так дальше я прочитал да установить готово а вот эти 3 ну так вот вы видите это же было очень непросто то есть я на везде всегда любил слушать книги то есть я я не люблю вот эту вот политику телевизор там радио то что тебе эту грязь на уши льют я всегда знал что это кто-то с этого что-то имеет а я выбирал книжку там включал ее и она у меня как бы на заднем фоне там читала мне и читает мои любимые там книги и мне в принципе этого вполне хватает а что вы любите читать книги в основном люблю читать фантастику саги ну приключения иногда ну как-то вот так вот особенно там если книжка там где-нибудь там на 800 там на ну в общем на тысячи там страниц то есть какая-нибудь там длинная там история тут сидишь в интернете занимаешься своими делами но там как как радио на заднем плане так ну вроде мы все поставили сейчас просто я проверю стоят ли все эти компоненты так этот стоит ну давай давай есть спич стоит и 8 и 10 стоит стоит все нормально теперь значит смело все это дело отменяем и идем куда вот да значит я тут три голосочка у меня значит английский английский Катерина и Николай ну и плюс значит сама балаболочка в какой последовательности а черт то я знает ну давайте поставим сначала балаболку открыть с помощью вай вот он пускает русский да русский дальше сюда на то пусть конечно запустить да нет пожалуй что пока не надо нам голоса надо еще поставить будет запустить или нет это приложение а я пока напишу тут вот это частенько выскакивает такая фигня значит значит теперь дальше оставим коля Николая это так сказать один из моих любимых русских голосов да бог с ним пусть пусть себя немножко картавит так тут мы это дело закроем это она любит эти таблички выбрасывать так поставим Катерину так поставим Катерину ну это уже будете там как говорится там экспериментировать я вам вот мы сейчас сделаем базовую такую вам систему Затем тут же систем бака мы ее сохраним причем сохраним ее по хитрому так не надо мне все это ридми файл финиш и поставим английский и поставлю поставим английскую эмили на всякий случай ну что там как правило на 2-3 америка нас стоят пусть еще англичанин один то то присутствует да принимаем принимаем ну тоже заводите юзер ну тоже заводите юзер так теперь вот программу с книжками я беру и к вам в документы вставляю да там буквально там один по моему автор ну а в рамен как по моему туда засуну а нету и тут есть еще и ну у вас тут будет хорошая юлиотечка хорошо так ну что как говорят увлечения keep your fingers crossed держите пальцы скрещенными так ну давайте запустим ну вот он Коля встал давайте книжечку откроем документы книги вот в тексты давайте в тексты зайдем да по барабану давайте это откроем важно это проверить плохо что по тимьюеру я не слышу будет он читать или нет поэтому я вот сейчас вот курсором сюда встану нажму на воспроизведение а вы мне сразу голосом скажите говорит она или нет да родной прям голос ну нормально прекрасно огромное вам спасибо конечно сейчас подожди вот я проверим Катерину еще давай где она у Катерины там ей надо выставлять скорость очень большую а то она будет медленно медленно читать ну давай вот куда-нибудь сюда встанем все нормально значит иногда бывает всплывает табличка там что там ошибка просто ее закрывай да и все значит дальше ну и последний штрих естественно значит какой какой так сделать нет в начале все таки надо сделать нормальный нормальный меню загрузки отменить вот я хочу встать вот на этого не на кастомайт вот на бут менеджер да печатаем паспорт окей русского к сожалению нет я перехожу на английский и вот здесь я выбираю не обычный меню загрузок а улучшенный у него больше игр красивее меню загрузки у него вот он предлагает куда на sd оставить до ставим очень часто бывает как у человека допустим стояла там винда еще там допустим несколько операционных систем поставил на линук смарт на линук смарт мою сборку а бывает что раз он допустим винду не видит ай 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 да что ж ты там автор такой сякой вот что ты делал вот есть значит настройщик загрузки в котором есть поисковик операционных систем и все операционные системы которые он найдет он значит вам выкинет на экранчик а мы сейчас организуем наиболее как говорится красивым способом вот и все он требует времени на установку там там 35 минут конечно уходит но меню загрузки получается красивая вот здесь вот вы в английской так нажмите y вот так и enter а если но он ну ладно в английской раскладке нажимается английское yes а в русской нажимается да д ну посмотрим может быть зацепит ну в любом случае можно будет переставить если что не так да нет вроде бы зацепил а систем баком вот здесь значит просто нажимаете enter да а вот здесь я обычно убираю quiet splash потому что лично я люблю видеть как бегут строчек строчки команд по экрану и если что-то там у меня замерзло так я это тоже вижу поэтому вот на нажимаете теперь enter то есть при загрузке вы будете видеть все сообщения которые будут появляться в процессе загрузки enter нажимаете sda да enter а нажимаете ok а вот теперь мы посмотрим как это будет выглядеть на эмуляторе а вот теперь мы посмотрим как это будет выглядеть на эмуляторе как будет выглядеть ваше меню загрузки вот оно будет вот таким вот образом выглядеть здесь мы займемся настройкой так а мне теперь здесь еще раз можно еще раз так показать так меню с первой и последней строчки заладится да нет это вот сейчас мы смотрим дело на эмуляторе как будет выглядеть ваше меню загрузки но мы собираемся его несколько изменить заводите пароль да потому что мы бурка именно настраиваем да нажмите кнопочку да отсюда я собираюсь повыкидывать не нужно оставить только две записи а а а причем всегда легко проверить сообщение вот смотрите пароль заводите сейчас я вправо утяну вот смотрите linux mint для это поля на четвертом разделе вот оно все правильно правильно и собираюсь я оставить на втором разделе ubuntu а все остальное по выкидываю кедрение фени значит а так уберем и это тоже а ах ты неправильно написал generic надо вернуть будет так recovery вот этот добавим а вот generic уберем ну вот значит вот так вот будет выглядеть меню загрузки ну я не люблю длинные надписи я обычно всегда делаю вот так ну линукс минт давай давай сейчас раздрегу вот перешел и нажмем enter нажмем enter и нажмем enter а здесь да тоже на каком разделе всегда можно джепарты дам узнать а вот убунту мы напишем unity заскочим вот сюда ну я обычно делаю двадцатку человек всегда чтоб не торопился спокойненько мог там почитать надо кнопочку нажал там и все вот все изменения теперь мы что делаем сохраняем то есть из всего того что там венюшки было мы убирали вон пять пунктов абсолютно ненужных ну иногда можно освежить проверить правильность настройки скажем последняя шлифовка все нормально теперь значит мы во первых и здесь тоже можем проверить вот так у вас будет симпатично смотреться меню а теперь если вы нажмете клавишу F3 здесь она вам не покажет ну там у себя по упражняйтесь можно выбрать там куча разных меню загрузок и в китайском стиле там и в другом и так далее я уж тут не стану вас доставать и разрешение можно выбрать F3 а я с никто сейчас покажу F3 наберете когда там нажмете значит резолюцию 1024 выбираете а вот F2 если нажмете вот у вас появится куча разных вариантов вот сейчас стоит бург а вы допустим можете ну я не знаю ну давайте на вскидку вот ссору поставим вот ссора будет вот так выглядеть нажимаете F2 выбираете себе там ну я не знаю ну чего давайте вот в китайском там стиле F2 там нажали ну какую ссору бург ну что там вам поставили а ну выбираете где там она стрелочкой побегаете посмотрите а вон она внизу причем есть ссора айскрим есть ссора extended ну-ка а какая ссора extended вот такая ссора так а айскрим а ну давайте и просто ссора ну-ка давайте ссора айскрим или что там да нет тоже на 1 нормальная ну в принципе вот допустим вы решили себе такое вот дело оставить там как говорится и оставите нажимаем кнопочку применить изменения ну вот значит а теперь как говорится самое главное и важное значит нам нужно во первых подключить сейчас посмотрим вот этот том то есть если вот мы на него сейчас вот нажмем то вот он на рабочем столе появился это означает что мы его подключили а объясняю значит почему вот на этом томике а вам у вас уже на нем стоит system bug да ну ладно папочку то не создать ах ты хитрован и да все легко я создам и никуда вы не денетесь 500 для 577 гигабайт еще томик вот вот оно а вот тут то голубчики мои никуда от меня не денетесь ну это можно убрать нафиг system bug откуда там я вас не знаю вот делаю новую папочку и вот здесь я в ней пишу в папочке значит пишу следующую фразу синамон а для вашей бубуки могу значит вам папочку сделать ubuntu вот папочки созданы а теперь пошли сюда так нет не нужно я сейчас уже по закрываю запускаем вот заводите пароль в русской раскладке поэтому и вот по умолчанию он создает образы значит в холм вот здесь сейчас покажу вот файловая система вот холм и вот вот system bug он создает вот здесь вот образ а мы же значит что сделаем мы возьмем и изменим скажем так направление и поставим все это дело вот в папочку цинамон о чем это говорит что если даже полетит у вас раздел полностью жесткого диска на котором у вас располагается цинамон а на другом по разделе жесткого диска есть его полная копия и даже имея флешку вы через флешку можете этот образ подключить другого раздела жесткого диска и восстановить вот такие штуки вытворяет system bug так вот прикиньте ну сейчас пока он тут свою работу дело делает первую копию он обычно там минут десять делает долго остальные копии инкрементные там две-три минуты и все готово значит поясняю еще раз на примере так где бы лучше раздел азотского диска увидеть то на g партии конечно вот смотрите значит вот сейчас мы вот этот образ записываю на раздел sd опять на вашу кладовочку да если ваш раздел полностью вылетает а мы говорили что по умолчанию он делает в папочку home то там и папочка home и все остальное накроется я беру скажем самый черный вариант но значит у вас появится значит вернее вот у вас появится значит пару вариантов вариант номер один зайти значит с работающей операционной системы где установлен system bug а у вас и на убунт он установлен да 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 запустить system bug через system bug указать значит во первых место где располагается сохраненная значит резервная копия и указать куда восстановить а восстановить допустим вот сюда не знаю да если у вас только одна операционная система linux min sonomon все равно стартуйте с флешки опять таки через флешку можно указать раздел где у вас хранится резервная копия и там вот в режиме system copy ну я вам еще раз потом покажу скопировать то есть восстановить на поврежденный раздел то есть вот такие переклесты то есть можно восстанавливаться из флешки из другого раздела жесткого диска на котором программа system bug есть откуда угодно и плюс большой какой что вот вот этот вот резервный раздел он у вас хранится на другом разделе жесткого диска мы можем еще вам сделать резервную копию конечно и еще и вот здесь это по барабану плюс значит вот system bug мы можем сделать еще копию вариант значит ну я покажу изо то есть уже полностью вот ваша флешка настроенная уже конкретно будет ваша сборка с балаболкой значит она устанавливается но при балаболке там не по-моему что я пробовал приходилось переустанавливать по-моему голоса или саму балаболку или голоса сплешки ну там настолько незначительные всегда этот пакетик можно скачать там это самое подгрузить там переставить по-моему голоса или сама была балаболка и все а все остальное работает перебил вас давайте а как же сейчас и сделаем как полагается это будет уже а нет в начале закончим копирование систем бака затем я покажу как делается да пока окей нажмите не торопитесь потом заделаем я главное показал вот варианты восстановления то есть в своем формате программа system bug создает великолепные резервные копии которые тоже восстанавливаются там за несколько минут причем хранить их не обязательно в папочке где она обычно по умолчанию все это дело дает а можно хранить еще и на другом разделе жесткого диска и я считаю что это гораздо более оправданнее потому что при супер аварийной ситуации когда полностью у вас как говорится слетела система стартовал с флешки подключил этот образ и указал на каком разделе жесткого диска его восстановить если есть вторая система допустим вот как у вас Ubuntu да ради бога стартовал с Ubuntu запустил system bug указал какой образ и куда восстановить он вам восстановит то есть вот тут вариантов получается масса и плюс еще вариант конечно вот сам по себе тоже неплохой создание из-за на флешке то есть мало того что эту флешку вы же ее можете в любой компьютер воткнуть и на и на ней работать как на полноценной операционной системе то есть и по интернету ползать и с документами работать только результаты работы то берите и сохраняйте на другом разделе жесткого диска или где-нибудь там на облаке потому что стандартная флешка она записывается она изменений не сохраняет ее надо тогда в специальном режиме записывать чтобы она еще изменения сохраняла а вам то флешка то нужна в основном для аварийных ситуаций а так то оно нормально все работает а вот было ли такое что у вас ну вот кроме того там что-то аварий с цинамоном я такого и не припомню потому что насколько я вот ну и читал это надо умудрить да так почему потому что чтобы в корневой раздел попасть вот вы видели что крузейдер только через пароль на корень а это уже в основном держит корневую систему скажем так процентов на 90 на 95 от любопытных людей с шаловливыми ручками чтобы там не напортачили а кто уже в этом деле разбирается но они и портить то особенно не будут вот система я не знаю многие тут мне сколько было там сообщений ой да Linux Mint ненадежен да там глюки пуки муки вуки да ни хрена подобного нормальная стабильная рабочая система причем прекрасно русифицированно я вам даже коночки сделал для людей на русском языке чтобы было все понятно на кому-то коночка не понравилось да какие проблемы он зашел отключил ее и она вам как говорится глаза не мозолит и наслаждайтесь как говорится чистым рабочим столом нужна кому-то информация о системе ну вот как вот водители любят чтобы там было в приборной доске все да вот пожалуйста вам вот короткие конки вот длинные конки ну как ну как я пользователь у меня свои есть пользовательские привычки пристрастия вкусы я делаю настраивал все это делает под себя во-первых необычно даже вот в настройках менеджера обновлений в отличие от традиционных сборок я вот смотрите менеджер обновлений они ахламоны что делают они по умолчанию выставляют людям три уровня вот так обновления безопасны не проверены но считаются безопасными и вот те люди которые поставили и у них систем баг все слетел а те кто выставили только два уровня у них систем баг продолжает работать нормально скорее всего так вот я выставляю только два уровня сертифицированные и рекомендованные и которые одобрены а всю вот эту вот шваль 3 4 5 я галочками не отмечаю дальше по умолчанию у них устанавливается там чуть ли не каждые полчаса проверять на обновление раз в месяц и ничего и больше не надо линукс минт система надежная хорошая и не нужно как говорится там бабушки мозги впаривать что там каждые полчаса проверять компьютер для человека или человек для компьютера он предлагает обновление почтовой программы сандерберт допустим вы не пользуетесь игнорировать и больше он никогда у вас уже как говорится спрашивать там не будет дальше три обновления флаж плагин firefox и минус да ради бога ну возьми и поставьте но это те которые как говорится рекомендованы и так далее заводите пароль ну пусть он их потихонечку себе ставит невозможно получить ну все понятно это из-за программы system bug так вы потом эти обновления поставите без меня а мы продолжим с программы system bug значит понятно теперь почему я стараюсь поставить программу system bug на другой раздел жесткого диска а теперь посмотрите что нужно будет делать вот допустим вы с флешки заскочили включили программу system bug активировали у себя на рабочем столе флешки вот ваш томик где расположена эта копия пошли в этот томик нашли теперь вот галочка отметили вот здесь точку восстановления то есть что восстанавливать то а теперь копировать систему куда и указываете на раздел куда вам ее нужно восстановить вот допустим на четвертый раздел она у нас полетела вот на нее как говорится и будете все это дело восстанавливать при установке она меняется ну с флешки там заскочьте или из убунты и поменяете название на ценамон она поменяет а сама на себе она сейчас не дает вот и все ах ты я закрыл что ли ценамон system bug ладно заводите по новой ну а теперь значит чем займемся значит первое настройки установки вот здесь у меня всегда отмечено создавать изообраз автоматически все язык выставлен английский потому что русский дает кракозябры и потом люди только печалятся ага так я могу на угунте тоже открыть что там не влияет на угунте особенно не влияет ну проверьте посмотрите в ценамоне он дает кракозябры дальше исключить я обычно исключаю вот что надо обратно вернете дальше вот live system create создает значит изообраз флешки который можно записать на флешку и как говорится вперед из песней она там какое-то время конечно этот образ будет создавать но когда вы сборку поставили вот так вот настроили и меню загрузки сделали там и проверили и все у вас работает чики-пуки в этот образ сразу раз и на другой раздел как восстановиться потому что многие люди не хотят это но если кому-то нравится ну там часами париться ради бога вот а я сейчас вот ну видеоролик сделаю покажу людям как все вот эти вот вещи делаются чтобы понимали причины по которым допустим я хочу расположить копию на другой раздел как восстановиться потому что многие только вот так вот могут восстановиться одни только с флешки а с флешки только значит в режиме там изо хотя можно восстановиться и полностью со всеми паролями ведь на флешку там я все поисключал это самое она восстановит вам нормально все изообраз ну вам придется там пароли все остальное заводить а тот образ который мы сделали на жестком диске на другом разделе жесткого диска он будет хранить у вас там и все пароли и все 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 абсолютно все настройки понимаете понимаете нюанс какой то есть здесь вариантов как говорится ну скажем так много ну вот и все они как говорится приемлемые и плюс значит по программе систем баг чтобы до конца вот оценить ее скажем преимущество я считаю что эта программа скажем номер один для пользователей которые всегда значит смогут восстановиться вот у меня специально значит вот программа систем баг и вот по ней у меня посмотрите сделаны видеоролики причем раз там два три вот почему там не хочет дружить она там даже значит делали значит вставили игры пользователю перед этим сделали копию системы программы систем баг показал я пользователям как ставится там для игроманов этот стим а потом обратно взял и назад откатился потому что я сам да я не игроман ничего и вот все ролики которые я сделал значит и где есть информация о программе систем баг вот они здесь и на ubuntu gnome кстати она прекрасно тоже работает мне кстати ubuntu gnome гном гораздо больше нравится чем ubuntu unity но это чисто так сказать мое это я уже знаю да да вот ну по крайней мере вот я на что людей как говорится ориентирует что здесь как бы сконцентрирована вся информация во первых там по сборкам как что делать и по программам на большинство программ значит я написал отдельные видеоролики они значит есть поэтому сказать не надо изобретать колесо все это дело значит сделано и и скажем так довольно таки подробно вот потому что вот без уроков я сколько там слышал ну 95 процентов пользователей скачивают линус минца на мо ставит его а настроить не могут плюют и возвращаются и возвращаются снова на другие операционные системы с уроками люди значит во первых у них глазки загораются они начинают сами там чем-то разбираться у меня из украины значит есть один человек очень интересный Володя Терещенко ему уже где-то под 60 ну по крайней мере человек на пенсии и вот он мне там несколько месяцев там назад написал что Алексей вот как-то случайно тоже вот нарвался на ваши видеоролики поставил так елки-палки он там такой прогресс сделал человек теперь как говорится эту сборку может закрытыми глазами куда угодно поставить разбирается ему это интересно потому что это какой-то элемент творчества у него еще смешнее получилось у него сын вроде бы как программист но увлекается он ой какой-то там линусовской системой не помню но какой-то там другой так он его ценамоном достал уже а так вот по значит большинству там вопросов ответов на видеоролики ну люди пишут что именно по урокам да они вот спокойно могли себе взять это дело сами и поставить безо всяких и настрой там иля-ля ну я считаю что периодически надо все-таки выкладывать такие уроки потому что вот здесь мы подробно разобрали значит как тоже балаболку поставить и как и что и вот для людей это важно вот так что вот ну скажем так для людей делается а вы потом другим уже будете помогать ставить потому что чё там skype есть и viewer есть да человек хоть на любом конце земного шара находится да реклама то бог с ней вы просто людям помогаете понимаете как действительно эта система красивая устойчивая надежная и бесплатная вот и все это самое главное иногда можете как говорится если предложат можете как говорится и платно оказывать услуги а почему бы и нет но это если как говорится там предложат или сразу допустим там какое-то условие человеку поставите согласиться там согласился от вас зависит как говорится вы здесь полный крыльца бог и царь никто вам не прибежит ночью с пистолетом и не скажет что у вас там нелицензированная операционная система там или там еще бог что прекрасный помню фильм был назывался Хатабыч про парнишку хакера как он там это самое начинал есть там свои что он там по диске CD диски куда-то прятал что-то там это самое ел там проглатывал здесь же этого ничего не нужно кстати такой же вопрос мне помогал я Саша из Германии городок у него такой интересный Эспелькамп как-то что-то такое спрашиваю ну говорю как он говорит а меня где-то первым делом спросили папа тебя говорит не посадят то есть у них у немцев у них это настолько все это дело вбитое настолько незаконно послушно что ну понимаешь да ну он сказать это объяснил там но посмеялись мы вместе с ним это мужик то сам там юморной он говорит даже не ожидал что вот дети у них то есть им понравилось все но у них первый вопрос был легально ли это тут Кремль в отличие от русского человека ну да на нашем по барабану поставил работает и все ну это все понятно как говорится от нашей бедности ну а здесь то вы как раз абсолютно легально ну да причем программа значит поставлены хорошие значит программа допустим ну вот давайте посмотрим вот вот программа сразу настроенная уже все настройки выставлены программа для записи с экрана можете сразу свои видеоролики записывать видеоредакторе можете значит их склеивать отрезать и так далее все это на моем блоге есть уроки как все это дело делать хороший видеоплеер вот у него значит есть одна замечательная возможность вот такая за что я его и люблю значит так ну я пока нажму нет потому что это вы потом сделаете вот у него что есть у мало того так так сейчас я перейду на русскую напишем к что-то у меня дальше то не печатается ну давай че тут вот великолепно у них такой ролик есть мы летим ковыляя в англе тут на двух языках она поется и на английском и на русском вроде бы как идет на английском немножко а а вот сейчас начнет на русском пять а 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 вот такой плавят появилось вам флот добавили ее сюда И она уже у вас В вашей коллекции Пошли дальше там Ползайте там по трубе Хорошая речечка тоже была Выступают Я кстати там на трубе Как-то видел ролик с ним Там у него был юбилей какой-то Так 4 минуты Я хочу По новее выбрать Вернее По старее Ну хотим обновить код Пусть обновляет Снова нажмем Ну вот я не люблю Я люблю когда исполнители Видно вживую А тут у него вроде бы Картинку то нарисовали Что он вроде бы как из зала А на самом деле Он схитрили Хитрованы Ну в любом случае Что можно сделать Что-то там вам понравилось Вот всегда можно положить Вот папочку Видите У вас тут может быть коллекция Ой и какая Вот за что мне он и нравится Значит Ну что Систем баг в конце концов Закончил записывать Вот это вот дело Я значит Закрываю Значит Где располагается Вот этот образ Это уже ваша сборка С вашей записанной На нее Как говорится Балаболкой Теперь значит Вот если флешку вставите Обновите Появится здесь флешка Было что выделено Это и это И написать на таргет Она вам Это вашу уже Лично сборочку Вашу Вот Флешку возьмите Вставьте Вставили Ну вот я сейчас Обновлю вас здесь Вот Вот когда выделены Вот это И вот это Появляется надпись Записать на таргет На целевой источник Ну вперед И с песней И пусть себе записывает А мы тем временем Значит Сделаем вот что Последний штрик Скажем Обязательно У меня правило Очень простое Значит Если образ Грузится На виртуалку Значит Образ Создан Правильно Если он у вас С флешки Не грузится И так далее Ну проверяйте Флешку Или программу Для записи Флешек Но если Сам по себе Образ Грузится Нормально Тогда Извиняйте Так Ну здесь я Да по барабану Вот настройки Я делаю На верхней грани Доступности Зеленого Здесь Автоматом Просто Совсем Соглашаюсь Ну место у вас Как у дурака Махорки Поэтому Ничего тут Не надо Вот это вот Я хочу Вообще удалить Чтобы она Не мешала Так А здесь Пойдем В тонкие Настройки Сколько У вас Процессоров Один По-моему Один Да Ну ладно Видеопамять Видеопамять Я всегда выставляю Вот Чтобы было Побольше Все остальное Проверим Вот Нужно указать Место К Изофаеву Вот он у нас Сидит Голубчик На своем Местечке Где ему И положено Ну а как же Иначе Он бы его И не определил Видите как Нужно было Немножечко Как говорится Подождать А я уж Как говорится Запереживал Ну Здесь вот она Кайродок Это как правило На виртуалках Плохо видна Значит Но дело Вот в чем Покажу Значит И покажу Значит Вот Еще раз Значит Я столкнулся Вот С тем Что Когда Идешь В настройках В дисплее И вот Если я уберу 3D ускорение То по идее Вроде бы Как Кайродок Вроде бы Как И будет Появляться Ну посмотрим Теперь Да Да Нет Вроде бы Пишет Что Какие Тут Есть Ну и нормально Все Значит Нужно было Просто Подождать Да Когда мы Убрали Видите Тогда И Кайродок Здесь Тоже Появляется Ну что Как видите Программа SystemBug Действительно Чудесная Программка Что Там И Говорить Значит Образ Сделан Записан Записан Корректно Поэтому У вас Это Флешечка Теперь Будет Ваша Палочка Воручалочка Вот Ну И вот Мысль Такая Значит Еще Что Нужно Сделать Сделать Нужно Вот Что Значит Зайти Файловую Систему Где У нас Тут Home Вот Home Это Внешне Жесткий Диск Данная То Есть Вот Вам Как Говорится На Черный День Всегда У вас Будет Образ Который Мы Создавали На Который Потратили Столько Времени Вот Теперь Будет У вас Как Говорится Целостности Надеюсь И Неприкосновенности Хотя Также Можем Его Сохранить И Здесь На Вся Ки Случай Значит Да Просто Вот Так Вот Взять Уже Не Вставляется Ну Ладно Бог С ним Сами Потом Сделаете Так Где У нас Тут Окошечко Вот Она То Есть Я Строю Всегда Чтобы На Одном Разделе Не Хранилось Все В Нескольких Местах Что Случилось Быть Ника Взял И Восстановился Нет Там У них Несколько По-другому Но На Убунте Он Работает Нормально Все Я Не Уверен На Ценомоне Может Быть Даже Если Сейчас Там И Переставить Как Там Оно Все Будет Бог Его Знает Не Знаю Единственное Что мы Не Сделали Ну Это Вы Потом Загрузите Все Вот Эти Вот Вещи А Мы Сейчас Что Сделаем Значит Урок Мы Будем Заканчивать Но Вы Мне Сделаете Последний Привет Вы Сейчас Загрузитесь С Флешки Значит И Я Покажу Пользователям Что Образ Который Мы Создали Столько Что Установлены И На Стройной Системы Что Он Работает И На Флешке То Чтобы Каждый Мог Быть Спокой Что У Него Тоже Все Получится Значит Жду Вашего Звоночка С Флешки Давайте Я Вот Только А Мы По-моему Ведь Мы 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 По-моему Сборку Только Изо Образ Создали Или Мы Ее Записали На Флешку Сейчас Посмотрим Нет Вайм Установлен Значит Это Это Тот Вот Здесь Ниже Пробежим А Вот Она Ну Там Я Помню Что Парочка Моментов Была Такая Что Просто Я Не Помню Уже То Ле Балаболку Переустанавливал То Ле Голоса Нажмите Кнопочку Закрыть Не Закрывается Что Ли А Куда Она Делась Да Нет Я То Окошечко Допреждающее Что-то там Неправильно И так далее Так Ну В любом Случае Значит Это Та Сборка Именно Которую Мы Записали И при Установке Значит На жесткий Диск Вот Она Будет Вот Таким Вот Образом Нормально Как говорится И красиво Работать Значит Ну Что мы Сделаем Следующее По списку Практически Я считаю Что На этом Значит Ну Самые Необходимые Сведения По Линукс Минцином Ну Я вам Дал А дальше Как говорится Помогайте Своим Знакомым Друзьям Ставьте Им Эту Операционную Систему Хорошая Нормальная Добротная Операционная Система Устойчивая Имеет Вот Такую Прекрасную Программу Как Систем Бак Которая Позволяет Создавать Стабильные Резервные Копии И точки Отката Ну И Как говорится Всяческих Вам Успехов И удачи Да Ничего Виталий Да Ну Интересно Ну Ладно Ну Удачи До свидания Звоните В случае Чего Хорошо Хорошо Продолжение следует Продолжение следует